Здравствуйте. Еще раз всем здравствуйте. Я новый разработчик из компании BIMPAC. Хотел бы рассказать немножко о своем опыте и частности о библиотеке. Владимир уже упомянул о том, что будет проводиться конкурс на лучшее использование этой библиотеки. Итак, в чем соль? За время работы компании, у которой у нас есть достаточно много внутренних и внешних проектов, мы очень часто сталкиваемся с достаточно однотипными задачами. Например, работа с каким-то серверным BIMP, которая может меняться в нескольких разных проектов. И в процессе работы все, что было наработано, выделилось в данный библиотеке, которое сейчас было сделано на Apple Consource, выложено на Google Code. И это все используется в наших проектах, мы это активно используем. И почему мы хотели бы представить это сегодня вам? Потому что это как раз тот случай, когда можно получить ваши фидбэки. И хочется услышать, как вы ее используете, что вам нравится, что не нравится. Что бы вы хотели увидеть нового, ну, понятное дело, какие-то баки, наверное, возможно откроются. Вот. Поэтому завтра будет подведен итог по использованию этой библиотеки, и победитель получит Google File. Команда получит, наверное, Google File. С нашей стороны будет сервис промо-мазов, он будет сегодня в одиннадцать и завтра. Ну, а тем временем я хотел бы вам рассказать такое небольшое плотное слово, о том, что это библиотека, что вам доступно, да, и каким образом это можно использовать. Значит, вкратце, итак, какие инструменты доступны сегодня нам, и при желании, какие могут быть доступны вам. Значит, первое, самое важное, самое главное, что здесь в библиотеке, это реймборд для работы с API, с сервисом API. Он включает в себя основное ядро, это сервис, который работает асинхронно в отдельном корпорте, и посредством набора необходимых кубэков взаимодействует с активностями, фрагментами. Вот, фактически, вы можете создавать необходимые запросы, формировать на основе описания этих запросов и есть соответствующий класс, прикрыть description, строить эти запросы на основе класса прикрыть билдер, строящих запросов, соответствующих запросов, и фактически при помощи баум-сервиса вы работаете с API, которая, там, доступна вам, есть у вас в серверной API. Скажем так, из пробки сразу же утешивается JSON и XML, без соответствующей реализации. Немножко витальные картохоты, это я покажу вам позже, но, в принципе, JSON и XML, что можно. На XML, там, понятное дело, надо сделать свои описания. Ну, в принципе, все работает. Дальше. Еще один такой интересный момент — Windows Manager. Это менеджер, это такой набор классов, который отвечает за запросы изображений с HTTP. Достаточно часто возникает необходимость запросы изображений из сервера, из веба, и, естественно, это лучше делать все, опять-таки, в отдельном блоке, синхронно, и этот framework, в основном, решает многие проблемы, связанные с русскими изображениями. Также, там, есть специальная система кэши, уровневая, можно расширять память на декарте и соответствующие инструменты для работы с этим кэшем. Есть, также, наборы классовыми Qs, которые были сделаны для различных, там, для возникновения каких-то проблем, там, нужд в проекте реализовывать такие, в частности, есть немножко расширенная имидж Ю, которая поддерживает на том декораторе. Есть уже готовый новый декоратор, и можно принимать свой еще такой декоратор, когда вы можете накладывать на загружение, каким-то образом его меняет. То есть это не просто маску скидку, да, нужно, например, сделать закупление каюку изначально. То есть это закупление каюку и мидж Ю. Ну, это такой самый простой пример, есть более сложные примеры. Ну, есть еще несколько интересных частностей, есть, например, немножко переписанной галлери Ю, которая в миссион, вот он переиспользует Ю, там, в стандартном галлери, в андроиде, там, есть определенная проблема с этим. Есть также наборы scrolled в Ю, да, scrolled в Ю, которая поддерживает свою позицию, и сохраняет свою позицию после переворотов, например, в период восстановления можно сохранять свою позицию. Ну, как по-это основные вещи, там, это можно, например, напомнить. Вот, опять, что еще хотел бы вам рассказать. Когда вы соседаете, когда вы работаете с приложением, чаще всего у вас есть, там, одна-две базы эффективности, да, с которыми вы наследуетесь и с которыми работаете, или фрагменты. И в этой библиотеке эта концепция также реализована, поддерживается на уровне Ютранс. Мысль в том, что у вас есть общее поведение для активности. То есть есть какая-то базовая активность, и есть для этой базовой активности поведение, которое вы можете, ну, там, модифицировать, и это будет поведение, которое будет общим для всех ваших активностей, предметов в вашем приложении. То есть есть поддерживается инфляция с инструментами для сбора статистики. То есть сейчас может быть не очень актуально, если это какой-то более серьезный, там, проект, который, для которого есть свой инструмент цикл. Это достаточно важно. В частности, интегрировано менеджер в Курии. Ну, как бы, постепенно, там, есть адаптеры, которые позволяют, там, реализовать свои какие-то, там, менеджеры. Есть, там, какие-то площади статистики. Есть, также, несколько интересных, например, там, сервис воспроизведения музыки, которые типически реализуют интересные вещи, связанные с аудиофокусом. То есть, корректно реализован аудиофокус. При, там, поступающем, входящем звуке, например, ваше фоно-воспроизведение, там, они будут происходить определенные вещи, чтобы не нарушать пользовательские опыты, чтобы, например, сделать тише воспроизведение и остановить больше. Немножко поподробнее хотел бы остановиться на, понять, на том, как реализована работа с компьютерами. То есть, по ту же программу, мы по ней притом запишем. Видно, да? Нормально. Значит, что есть? У нас есть активность или фрагмент, в котором необходимо взаимодействовать с сервером. Ключевое понятие – это один метод сухон. Это класс, который практически отвечает за выполнение вашего запроса. Вы отправляете, создаётся запрос. В общем, метод фон-рекресс у активного сухонка, в котором приходит описание запроса. Ключевой момент – это также административный сервис. Это как раз этот сервис, который реализует взаимодействие с API в асинхронном режиме. Дальше. После того, как пришло общение в сервис, есть такой классный рекресс-метод, который отвечает непосредственно за оправку и сетипитет. То есть, здесь реализуется РЭД-архитектура на основе сетипитет. Открывается запрос. Рекресс-метод, понятное дело, там нужна не нужна своя реализация. О том, что это всё, есть примеры, есть эти министративные проекты, можно посмотреть, что это сделается. После того, как вы получили ответы с сервера, необходимо его каким-то образом обработать. И проектный РЭД-архитектур фактически отвечает за вашу реализацию взаимодействия с СССР. То есть, это может быть СМС, еще какая-то ваша сутки реализация. Вот. Понятие Parcer Print Text. После того, как вы получили уже модель, Parcer Print Text фактически это некий мешочек, который складывается в ваши объекты, которые вы получили, в вашем состоянии, которые вы получили от сервера. И он знает, как его надо обработать и что при этом происходит. Контекстный налазин – это такое понятие, этот класс, который отвечает за просто обработку запроса. Фактически он позволяет вам реализовать следующую схему. Например, вы отправляете запрос, получили ответ. Вы можете использовать литурный модель, вы можете ее дополнительно еще по нам обработке обработать. Еще это делается, например, положив два штанга к размещениям. Для этого используется контекстный налазин. Он тоже может приликовываться для разных амбасных контекстных слоев. Но идея в том, что вы можете сделать какую-то просто работу, например, с помощью контекстного лазера сложившийся к размещениям на файловую систему. И последствием метода к результатам группбеков и наш результат через запрещенный сервис и в этот сбор входит в активность, входит какая-то модель, с которой вы можете обработать. Фактически есть готовый набор кубеков, где-то понадобится больше, которые могут вам сказать, как вы обработаете эту модель, что произошло, вы могли ответить в ошибочном, успешном и так далее. То есть вот это фактически наше основное какое-то тепло и то, что может быть в прошлом. Дальше немножко по... Небольшой пример. Это все есть экземплы. Я вам хочу рассказать. Что у нас есть? Есть application-класс в нашей библиотеке, который реализует зеновист именно с менеджером, реализует систему текста, реализует поддержку всех этих чек, которые говорили по работе с копией, для того, чтобы ваше приложение директно инфектировалось на библиотеке, да, в том, чтобы сделать стандартные вещи, подпущить библиотеку и прочее. Делается следующим образом. Неследует библиотеки, делается переписывление самих таких методов. И фактически мы для начала хотя бы указать фортури. Для чего это делается? Для фортури. То есть это для доступа для базы данных, которые не повадят, потому что мы имеем фортури, и фактические действия стандартные. Это для фортури. Есть набор также базовых эффективностей для того, чтобы директно реализовать систему геометрии соответствия и переработать со всеми знаниями. Это все реализовано, и с этим можно работать. Тут есть небольшой пример. Мы здесь берем материал для фрагмента, который у нас отражает вот этот имя жилья. Вот. Куда мы загрузим вот это вот изображение с блока . У нас есть вот фрагмент. Все достаточно просто. Ничего посредственного. Тут оставляется именно жилья, инфекция для работы с окружением. Это я еще рассказывал про имя жилья. Есть активность. Шубатова активность, которая не так называются. Вам пройдет физик. То есть активность, которая содержит себя в инфекции. Для того, чтобы, если у вас есть, например, достаточно простые активности, так как они требуют там нескольких подметков, там разных материалов, в каких-то простых случаях. Фактически он просто создает этот подмет, и он добавляет его внутренний контейнер, который здесь указан в материалах. И будет и подмет. Дальше. Для работы с инфекцией также необходимо прописать на инфекции там некоторые вещи, в частности, в сервисе. Основное, которое включается, для работы с API Content Provider. Это для работы с кэшем, с изображением. Ну и ваше имя, и разрешение, которое вы будете использовать в оборудовании. И вот все, что хотел бы вам сказать насчет проекта. Библиотека называется Ambustart, и, конечно же, нам будет хотелось услышать ваши вызовы и получить какой-то фидбэк от ее использования. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Есть все, что можно исключать с группы кода, и напишите доступные тесты для проекта, и сэмпли, чтобы посмотреть, как это сделано. И хотелось бы услышать ваши проекты. Спасибо за внимание. Это все. Вопросы. А какие проекты у вас используют? У всех, у всех, у всех, у всех, у всех, у всех человек, которые мы делаем онлайн, мы используем. Это на поиск, это альтерпио, это обозреватель, и в 20 минут это учитывая все самые яркие, например, 1 минуты. То есть это все используется. На самом деле я, например, уже не вижу, ну, какой, ну, не знаю, как они с ней работают. Потому что не столько привык, это настолько удобно, поэтому я хотелось бы услышать с вашей точки зрения, это, скажем так, свежий ряд, а что он будет доступен. Это еще раз, два, 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 три. Ну, следующее. Значит, нам нужно, для начала сделать тестовый проект, у нас в нем не подсвечу, что он будет в процессе. Не совсем понятен концепция экшн-байла, но причем в библиотеке, понятное дело, кроме того, что назвал, это основные вещи. Да, есть еще набор и тени, есть такие, там, различные более мелкие, которые упрощают работу. И, в частности, присутствует экшн-бар с портом, называемый, да. Но, на самом деле, его концепция пока не на конца ясна, потому что, фактически, это не тот, как экшн-бар, так, который мы будем увидеть, там, в тайпле. Он находится в обычном реале, он просто находится в интерфинду. Хотелось бы реализовать, потому что у нас в другом маке стоит реализация какого-то альтернативного, например, там, экшн-бар шепок. Возможно, кто-то здесь использовал этот микрофик на экшн-бара, потому что у нас пока непонятно. И мы думаем, что это свое. Сейчас я покажу в другом маке, что еще это было в основном моменте. Ну, в частности, проявление экзакосов, когда можно, как у нас сейчас в экшн-бар, не проявление экзакосов, и, в любом случае, должна реализовать экзакосы, а также, возможно, если экзакосы правильно, для кого он уже пошел в экзамене, возможностей отмениться, или нет, что нужно не дошласть от кого-то, свершенного или не свершенного результата. Ну, и есть еще дополнительный вариант работы, который я участвовал в экзакосове экзакосове, с экзакосов, как называемый пункт, он взялся с помощью в экзакосове В экзакосе у нас в экзакосе и в экзакосе в флайпинге Поэтому хотелось бы простить немножко любую инфекцию для наших детей. Ну хорошо, но можно не сделать. Будет важно, наверное, подумать. Еще какие-то вопросы. Вопросов не будет, да? Ну хорошо, спасибо всем хорошо, всем приятного аппетитома. Аплодисменты.